Второе утро подряд для команды Московского автодорожного университета МАДИ начинается так. С возни в паддоках и надежды на удачу. Огромное количество денег и времени отдано проекту. Все ради победы в ежегодном инженерно-спортивном конкурсе «Формула-студент». Это болид полностью на электрической тяге. И на данный момент это единственный в России болид на электрической тяге, выступавший в Европе, ездящий там. В 2016 году мы заняли первое место в дисциплине «Эффициency» и «Энергоэффективность». Состязание «Формула-студент», организованное правительством Москвы и программой развития российского автоспорта «СМП Рейсинг», принял подмосковный аэродром Быково. Мало построить машину и привезти ее на конкурс. Очень важно пройти главное испытание – гонку на выносливость. И некоторых техника подводит уже на старте. От проблем с электроникой не спасает даже техническая инспекция накануне конкурса. К примеру, студенты МГТУ имени Баумана колдовали над машиной около получаса, а начинающие инженеры из Нидерландов и Германии и вовсе сошли с дистанции уже в первый день соревнования. Зато беспроблемный старт удался студентам из Тюмени. «Эндюрэнс» – это гонка на 36 кругов. Ну, здесь это выйдет 22 километра. И нужно показать самую большую эффективность. Помимо технического жюри, результаты гонки оценивали и профессиональные спортсмены – Виталий Петров, Виктор Шайтар и Алексей Басов. Очень много студентов, очень много вузов. Даже приехали из-за границы, и это очень радует. Ведь это наше будущее автоспорта. Ведь кто-то пойдет менеджером, кто-то пойдет механиком, кто-то может быть станет пилотом. Поэтому это развитие автоспорта в целом. Первое место в гонке заняла команда московского РУДН. А вот в общем зачете золото досталось коллективу Тольяттинского университета.